Здравствуйте! Добро пожаловать на канал About Animals. Его называют коньком-горбунком из-за необычной внешности и маленького роста. Еще недавно Пибоди был брошен мамой-лошадью и его могли усыпить. Сегодня же ребенок стал звездой соцсетей, благодаря великодушной Фейд Смит. Когда малыш появился на свет, он был слишком мал, настолько, что не мог дотянуться до вымени мамы, и она отказалась его кормить. Требовался постоянный уход за новорожденной лошадкой, поэтому ветеринары предложили ее усыпить. О появлении на свет крохи узнала дрессировщица миниатюрных лошадок Фейд Смит. Она в тот же день арендовала небольшой фургон и отправилась к владельцам жеребенка из Сан-Диевы через всю страну, чтобы его выкупить. Во время знакомства, Фейд сказали, что малыш болен. У него неправильно расположена челюсть, есть риск, что он не сможет видеть и слышать. Кроме того, лошадке было трудно ходить. Женщина назвала нового знакомого Пибоди и, вопреки предупреждениям, повезла к себе домой. Любовь и забота о жеребце сотворили чудо. У него нормализовался прикус, окрепли ноги, он набрал вес и стал ходить. Хотя до сих пор миниатюрный жеребенок весит около 8 килограммов, столько же, сколько весит здоровый взрослый Мэйн Кун. Удивительно, когда сравниваешь кота и лошадь, но в данном случае это оказалось уместно. Хозяйка Пибоди с теплотой рассказывает о новом любимце, который теперь является частью семьи. Это самый маленький конь, среди таких же по возрасту жеребцов в мире. Хоть лошади не являются домашними животными, к Пибоди это не относится. Он настолько мал, что может жить в доме, спасть в моей кровати и дружить с моими собаками. А Пибоди, впрочем, не против такого соседства, хотя поначалу опасался парочку местных французских бульдогов. Теперь они вместе гуляют, играют, кушают, каждый из своей миски. Приемные родители пытаются научить жеребенка справлять нужду на пеленку, когда их нет дома. И похоже, малышу легко дается собачья жизнь. Еще бы, ведь у него есть великолепные учителя. Если Пибоди продолжит набирать вес, то сможет жить среди своих и, скорее всего, отправится жить в цирк, в качестве цирковой лошадки. Если ему не удастся полностью восстановиться, то он останется в семье Фейт Смит, где продолжит жить со своими французскими приятелями. Женщина готова к любому исходу. Сегодня у Копытной Звезды около 700 тысяч подписчиков, видео пользуются огромной популярностью. А вы бы решились приютить такое чудо у себя дома? Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.